Стоял ты Вел ты в движение Стою я склоняюсь Стоял пред моим падением И крест ты пронес за меня На плечи свои взял весь грех Стою я склоняюсь Ну и что сделать мне И что мне сказать Лишь сердце свое тебе Могу я отдать Я буду хранить спасение Ведет Дух Святой Лишь сердце свое тебе Могу я отдать Но что сделать мне Но что сделать мне И что мне сказать Лишь сердце свое тебе Могу я отдать От всего сердца Все вместе вас поем Стоим при тобой Могу я отдать Могу я отдать Ведет Дух Святой 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 Сдаю Тебе, Бог, слоняю сердце, все во мне Твое, все во мне Твое, все во мне Твое, все во мне Твое. Аллилуйя! Аллилуйя! Пожалуйста, присаживайтесь. Я так счастлив быть с Вами в одном из самых больших городов мира. Я принял решение. Я верю, что действительно, Вы и люди, Вам нравится хлопать, очевидно это. Спасибо. Спасибо. Я был немножко смущен. Я думал, что это актер, который обратился к Господу, и Том стал пастором. Я просто рад видеть все это. Посмотрите вокруг. Какие потрясающие женщины, какие ужасные мужчины сидят на этом месте. Вы знаете, я знаком с доктором Билли Грэмом очень хорошо, я даже останавливался у него дома. Глория и я, мы были у него в гостях. И у меня удивительное наблюдение за этим человеком. Я жил одно время в Северной Каролине, там, где жил доктор Билли Грэм. И мы переехали в Колорадо Спринг, это то место, где мы сейчас живем. Многие до сих пор думают, что я в Нью-Йорке живу, я уже давно в Нью-Йорке не живу. Именно по этим книгам люди, беги, малыш, беги, крест и нож, люди до сих пор думают, что я в Нью-Йорке живу. Но в девяностом году Билли Грэм написал что-то, что очень меня так взволновало меня. Он сказал такую вещь. К 2004 году больше евангелистов не останется. И я хочу, чтобы вы передали всем евангелистам, которые уважаемые люди, которые проповедовали в разных народах. Что церкви меняются. Многие евангелисты в Соединенных Штатах Америки, это мега-черк. Была бы мега-церковь. И у нас есть евангелисты. И евангелисты. Мы забыли о евангелизации. You listen to the monitor, you've got something. I'm going to try to. You put that thing there. Don't look at me. Okay. I'm good looking, don't look at me. And I'll tell you honestly. If I had to speak in a convention of, let's put it, 5,000, 6,000. The last one that I spoke in Los Angeles was 18,000 in a convention. If I had to speak in a convention, 5,000, 6,000, the last one that I spoke in Los Angeles was 8,000. Last month. And this was drug addicts. This is a convention. All of them, drug addicts, converted to Christ. Very aggressive ministry. But I came to the conclusion. I know that many people, they don't know what to call me. I am no pastor. I'm an evangelist. And if I had to make a choice between a convention of 10,000 people and across the street there is a meeting of 300 sinners or on the other side of the street where 300 грешников просто находится. I will go to the 300 sinners and I feel very comfortable to be there to speak about my Lord Jesus Christ. I'm going to talk to you something from my heart of heart. It's totally out of my place as evangelist. Because most of my crusades they are for non-Christians. And don't be surprised. I have spoken to more than 50 million people just with my voice alone. I have spoken to more than 50 million people just with my voice alone. And the greatest satisfaction in my life is to see those sinners coming to Jesus Christ I have surrendered to Him. Because I love them. I don't feel threatened by them. And I know that they love me. I can communicate with them. It's God's favor and God's grace in you. So I'm going to just turn around and I'm going to tell you something that it might shock you. That you might not expect it in this conference. I'm going to talk to you about being pregnant by the Holy Spirit. Do you Pray now. Ah, чтобы ты был беременным в Духе Святом, да? You better get it right because people misunderstand here. I have many counselors. Being pregnant by the Holy Spirit. In the book of Genesis chapter 30 verse 1 This is how the story began. It was a confrontation between a husband and a wife. A wife that was very frustrated. That she felt less of a woman. That the greatest custom of that time It was to give birth to a child to her husband. But unfortunately this lady was struggling very hard. and it came into the moments of frustration when she could not handle it anymore. She could not take it anymore and throw herself into the arm of her husband. Her name is Rachel and this is what it took place. Rachel saw that she was burying Jacob any children. And she became jealous of her sister. So she said to Jacob Give me children or I will die. I can no longer take this shame. I can no longer see my sister having children and children to my husband. I want children. I want you to give me a child. I can no longer live with this shame in my life. I can no longer see people looking at me and watching my sister having children. Jacob was so frustrated because he was in God. Because he was in God. God had to do this. And then the Bible went right straight. And in verse chapter 30 or 22 excuse me 22 there's a word that is very strong that is going to go through my message. Then God remembered Rachel. He listened to her and opened up her wound and placed a child right there. Who was that child? It was the salvation of Israel. It was Yosef. the one that nobody was expecting. There was the blessing. But she has to beg I want to have a baby. You know the biggest shame for Christianity today? is when we say that we are born again that we are Christian that Christ lived in us. How many of you have been a person for Jesus Christ face to face? How many of you have been there and you have received the joy to see that person coming to Jesus? It is the biggest blessing that can happen to a Christian. It is the biggest love affair that we can have with our Lord and the Holy Spirit. When we bring somebody to Jesus, it is tremendous explosion in heaven. The whole heaven is moved when he is a sinner come to Christ. They are singing, I'm praising, I'm being happy for what is taking place in this earth. what a blessing. What a blessing. And when you began to think about it, I don't know how you can live. Do you still have eyes to see? Do you have the eyes of Christ? Because that would make Jesus so attractive. Because he was always, always, his eye was active looking at people and helping people one multitude. One of one. The woman of the world. The demon possessed. The crippled. The blind. The lepers. He was active. He was totally active. He cared. He loved us. And he did it. And there is the heart of the Bible. For God so loved the word that he gave is his only begotten son. that whoever believed in Jesus Christ shall never perish or have ever left in life. The greatest thing that you can give people is Jesus. And the greatest cry now from the people is tell me about Jesus. I want to know about Jesus. I want to know about Jesus. this confidence is excited. Don't come over here and shower and all of this and dance. Go out in the name of Jesus. I bring somebody to Jesus. You know the way we look at people that look invisible. We don't see them. They are in our face. We pass by and we don't see them. We just walk mimo of and we don't see them. Let me tell you something that happened to me. Because the cross on the streets, and round by round became bestsellers, installers in New York Times paper in New York. Cracks and Noises, беги, милыш, беги. Это книги-бестселлеры, которые были признаны во многих изданиях. When the movie came, and there's going to be another movie coming on my life, it's going to be different. The first meeting that I have, guess where it was. The first meeting that I have, guess where it was. Первое собрание, которое, угадайте, что это было за собрание? In London. Это было в Лондоне. The British people, or the English people, they speak perfectly English. They really, they take pride that their English is perfect. American English, forget it. My English, forget it. I do have an accent. У меня есть акцент. Can you tell that, пастор? Пастор, можешь различать акцент? I do have an accent. У меня акцент есть. I do have a sexy accent. У меня такой очень сексуальный акцент. What it is. So the place is packed of young people. И там было много молодых людей. Three o'clock in the afternoon. Это было три часа дня. In one of the most prestigious places of London, the Arbor Royal Hall. Собрание было в очень престижном месте, такой царский зал. There is the seat of the queen, Enti. И там вот родственники королевы сидели. And the whole play was packed with young people. И место было просто упаковано молодыми людьми. I was in this dressing room. И я был там в раздевалке. And I was nervous. Я немножко нервничал. Because I'm going to be speaking to the English people, to the British people. Потому что я должен был к англичанам, к британцам обращаться. And they're going to kill my vocabulary. И они просто убьют меня за мои словечки. But that wasn't the problem. There was thousands of thousands of people, but there were thousands of thousands of girls. Там было тысячи, тысячи людей, но там среди них были еще тысячи девушек. And when they announced my name, and I came to the stage, ladies and gentlemen, Mr. Nicky Cruz. And I'm walking right there to grab the microphone. And I heard those girls. They say, oh, no. I go, oh, no. Oh, no. They were looking for the guy, the star that played my part in the movie. They were looking for the star, they were looking for the star, the star that played my role in the movie. What are you laughing at? What are you laughing at? That hurt. That hurt. That hurt. And I don't forget this. That is the clue. That's what it's all about. That's what it's all about. God will give you favor and grace. and that's the only thing that I could stand there talking. That's the only thing, that I could stand there talking. And the second experience I have. And the second experience I have. I was flying from Philadelphia, Pennsylvania to Los Angeles to speak in Hollywood. He took about five hours and ten minutes flying. The pilot of the airplane knew that I was in the airplane. So he came and told the other person to move and he sat down close to me. And then he looked at me. Посмотрел на меня. Посмотрел на меня. And I thought that he was gay. And I thought that he was gay. And I thought that he was gay. No. He told me, are you Nicky Cruz? Because I saw your name. Yes. My wife. My wife. A picture of you. Tвою картинку. Фотографии. И книжи, которые ты написал. And my wife. And my daughter. And my son. And my daughter. And my son. Do you know that they pray for you? Do you know that they pray for you? I said, oh, that's... That's good. Thank you. Хорошо, спасибо. I said, but what about you? I said, but what about you? I'm a sinner. I'm a sinner. I'm a adulterer. I'm a adulterer. And he told me right in my face. I'm a adulterer. He told me right in my face. I'm a adulterer. I told you, you need Jesus right now. You need to repent. And give your heart to Jesus. And verbally asking for forgiveness. And словами попросить его прощения. He grabbed my hand. Seriously. Put it in front of his head. And he said, pray for me. Он сказал, молись за меня. I want to give my heart to Jesus right now. Я хочу прямо сейчас отдать сердце Иисусу. 32,000 feet. Это было 34,000 футов. How close to heaven you can get. Уже ближе к небесам невозможно. 32,000 feet. 10 километров над землей. Here he gave his heart to Jesus. И он отдал свое сердце Иисусу. And then he was still talking. I said, капитан. I think you better go back. I want to make it through Los Angeles. Я думаю, тебе нужно вернуться в свою кабину. Я хочу как-то долететь до Лос-Анджелеса. And then he sent the coppola. Затем он послал своего второго пилота. And I witnessed and I brought him to Jesus. And I witnessed and I brought him to Jesus. And the flyer attendant. And the flyer attendant. You can have a revival. Ты можешь иметь пробуждение в небесах. Люби грешников. Люби их. Не бойся их. Это одинокие люди. Well, for what reason I'm talking to you this way? Remember the indictment that the Holy Spirit did to the church of Ephesus? Помните, то, что Дух Святой говорил о церкви в Эфесе? Эфесская церковь, это была почти совершенная церковь. They can detect four prophets. Они могли различать ложных пороков. Они начинали церкви. Но что Дух Святой говорил о церкви в Эфесе? Он говорит, но имею только одно против тебя. Ты потеряла первую любовь. Ты можешь как угодно расширять свой разум и думать об этом утверждении. Но когда тебе говорят, ты потерял первую любовь, это очень серьезное обвинение. И знаете, о чем это вся первая любовь? Они хранили свой взгляд, который строил церковь, на то, что строила церковь. Но раньше они хранили взгляд на крест. Причина, по которой Христос висел на том кресте. И причина, по которой Он умер за каждого из нас. Чтобы мы знали только одну вещь. Что Он не умер напрасно. Что это Христос. Это первая любовь. Которую ты искал и смотрел. Христос, Который умер за наши грехи. Это Христос, Который умер за весь мир. И Он должен быть нашей любовью. Чтобы мы могли свидетельствовать о Иисусе Христе. Чтобы говорить о Христе. И принимать радость Христа. Когда мы видим, как люди обращаются к Нему. Я хочу всю эту сейчас мозаику собрать вместе. Хочу эту мозаику собрать вместе для вас. И я буду использовать себя. Я был потерян. Я был рожден неудачником. У меня не было благословения Рахили. Что Бог поместил Иосифа в ее чрево. Бог поместил меня в чрево колдуньи. Если я прострюю свои руки к тебе. Знаю, что бежит в этих венах. Это кровь моей матери, которая была колдуней. Это кровь моего отца, который был священником сатане. Мы все родились в проклятии. Моя судьба была закончить в аду. Самое худшее для меня это было понимать. Я не увижу, для меня понимать, я не вижу мою бабушку и дедушку на небесах. Они умерли, поклоняясь дьяволу. У меня большая семья. Большая, огромная семья. Семнадцать братьев и одна сестра. Мама миа. Моя теща и мой отец. Моя теща и мой отец. И мой тесть. А моя мама, любимая моего папу. Мой папа любил мою маму, да. У них не было времени на телевизоры. И когда моя мама пошла за мною, я не знаю. Моя мама, она била меня, била меня. Очень часто я просто просыпался в луже крови. И я был просто маленьким мальчиком. Я жил в век невинности своей. Я вообще не понимал, почему моя мама ко мне так относится плохо. Почему она меня так жестоко бьет? Почему она так часто просто избивает меня? Я просыпался, очнулся со своими глазами, которые были в синяках. Мой нос был сломан. Мои губы были разбиты. И она пинала меня сюда. Два ребра у меня было сломано. Она таскала меня голову по полу. И бросала в эту комнату. И там пахло ужасно отвратительно в этой комнате. Это пахло моей собственной кровью. Она таскала меня в мою клетку. Но знаете что? Она чему-то меня донаучила. Как встречаться со своим будущим. Она научила меня как терпеть физическую боль. Поэтому физически меня больше ничего не может ранить. Мне даже это начало нравиться. Это был вызов. Но было одно, что я не мог себя стрясти и не мог сломать в своей жизни. Когда она вербально говорила мне Ты не сын мне. Я тебя никогда не любила. Убирайся из моей жизни. Ты сын дьявола. Не хочу больше видеть тебя никогда. Я проклинаю тот день, когда я родила тебя в этот мир. Вот это было самое невыносимое. Это то, что было как нож в моей груди. Она убила все мои мечты. Все, о чем бы я ни мечтал. Я менялся. И я начал верить в те слова, которые мама говорила мне. Я закончил в Нью-Йорке. И я был диким, как зверь. Нью-Йорк был как джунгль. И закон джунглей, ты ведешь себя как животное. И животное не отличает правильного от неправильного. Все, что нужно животному, убивай другое животное, чтобы выжить. Это то, кем я стал. Таким хладнокровным убийцей. И чтобы сделать это, ты должен убить как-то свою совесть. У тебя не должно быть сердца. Ты не веришь в любовь. Это когда мне было девять лет. Это когда мама сказала, я тебя не любила. Это когда она убила меня. Я умер в девять лет. Я просто ждал от девяти до двадцати лет. Я был вверг. Я не знаю, как я выжил в этом Нью-Йорке. Почему, мама моя, полная бесов, заходила ко мне в комнату. И когда я был еще невинным, зачем она брала свою подушку и давила на мое лицо этой подушкой, чтобы я больше не мог дышать. И вытаскала меня в этот ужас. Господь, почему ты не вытащила меня? Почему я выжил в этом Нью-Йорке где были просто пули летели, как дождь. И я проходил через все эти опасные ситуации. Почему меня не убили? Почему мама меня тогда не убила? Почему бесы меня не убили? Почему на улицах Нью-Йорка меня не убили? Знаете почему? Потому что я был рожден служить Господу, и дьявол не мог меня убить. И затем, там был один человек из Пенсильвании. Этот человек, он был такой, абсолютно деревенщина. Далеко там из деревни куда-то приехал. Он жил в маленьком городе, где коров было больше, чем людей. И Дух Святой сошел на этого человека. Урженство. Пришло желание, страстное, приехать в Нью-Йорк. Но это была проблема. Его жена, она была беременна. Она могла родить в любой момент, в любой час. И как Дэвид Вилкерсон должен был объявить своей жене? Говорит, Бог сказал мне переезжать в Нью-Йорк. Он не мог этого выговорить. Единственное, что он делал, он ходил в церковь, маленькую церковь. Он не мог, там не было алтаря. Он прямо там, вот в уголочке. Он плакал, и плакал, и плакал. И это вот давление Духа Святого пришло на его супругу тоже и ездить в Нью-Йорк сейчас. И что случилось там? Он вышел из церкви, пошел к себе домой. И там его жена Вилкерсона она положила руки на свой живот и сказала ему, езжай, езжай в Нью-Йорк. И женщины из церкви помогут мне доехать до больницы для родов. Ну, езжай. Вилкерсон поехал. Он ехал в таком вагоне, в общем вагоне. У него шансов не было. И полицейские говорили, тебя убьют там. Полицейский сказал ему, если ты поедешь туда, 95% что тебя там убьют. И Вилкерсон приехал. Он вошел в военную зону. В один из самых худших районов Нью-Йорка. И он был там, где я ходил со своей подружкой. И я видел, как все эти люди бегают. И я спросил подружку, что там вообще за скопление людей? Она говорит, Никки, кто-то убил. Это единственное время когда люди в Нью-Йорке. Я сказал, кого-то убили тут. Я сказал, нет, нет, давай посмотрим, пойдем. Она не хотела идти. Когда ты лидер, ты говоришь, когда я сказал идти, значит, надо идти. Когда я сказал, если пошли, то пошли. Поняла? Я даже не закончил предложение. Сказала, хорошо, идем. И мы побежали. И дамы и господа, я вообще не ожидал картины такой убедить. Тут стоит человек и говорит о каком-то Иисусе. И он кричит. И там 300 человек вокруг него. Они его слушают. И они видят, как он кричит. И он говорит, God has the power to change your life right now. И он говорит, у Бога есть сила поменять ваше жизни прямо сейчас. И я начал кричать в ответ, заткнись. If you open your mouth, you are dead man. Если ты еще откроешь свой рот, ты мертвый. There is no God. Бога нет. And here, I want to see this guy. Я хочу видеть этого парня. У этого парня была смелость. Он стоял там пред всеми нами и говорил так о Боге. Я начал расталкивать людей. И вот он, я видел уже проповедник. Этот человек, Дэвид Вилкерсон. Я смотрел на него. Это должно было быть ошибкой. Бог послал нам этого парня. This guy is so skinny, 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 like a spaghetti. He didn't know how to dress. He got those thick, very thick glasses. And you try to psych him out. You couldn't. Because I was going in different direction. Up and down, inside the earth. были влево, вправо. И у меня снова голова загружилась. Я прямо встал пред его лицо. И я плюнул ему в лицо. Ну и что ты сделаешь мне? Вилкерсон, он нервничал. Я видел, что он нервничает. Его трясло. И затем, that man changed in front of my eyes. That man became bold. He began to raise his voice loud. And he began to raise his voice loud. Right on my face. Прямо пред моим лицом он возвысил свой голос. Kill me! убивай! If that's going to make you feel good, kill me! Если это тебе поможет, убей меня! Никит, you can go ahead and you can kill me and cut me in thousand pieces and throw them right there on the street. ты можешь убить меня разрезать на тысячи кусков и разбросать куски по этой улице. But remember, every little piece wants to cry now that Jesus loves you. Remember that. Jesus loves you, Никит. God is love. Remember preachers. Remember Christians. He said, you cannot kill love. Он сказал, ты не можешь убить любовь. Потому что Бог есть любовь. I looked at him and said, you go to hell. Я посмотрел на него и говорил, иди в ад. Я взял свою девушку и ушел. А он все еще продолжал кричать мне в догонку. Никит, he's going to hunt you every place you go. Никит, Бог будет гнаться за тобой, куда бы ты ни пошел. Иисус любит тебя, Никит. Помни об этом. Он любит тебя. Я сказал, парень, с ума сошел. Не знаю, как это все случилось. Мы сожгли его машину. Забрали одежду. Забрали обувь. Он босиком от нас уходил. Ему не было куда идти. Он ходил там в маленькую испанскую церковь. и спал там просто на скамейке. И этот человек, который раньше никогда в Нью-Йорке не был. Мы так часто унижали его. Попробуйте мне закончить эту оперу мыльно. Я пришел к этому проповеднику. Мой друг спросил меня. Я не хотел сам идти. Я взял 75 парней из своей банды для защиты. чтобы послушать этого тощего проповедника. Уилкерсон потерял контроль над толпой. Там было 2000 человек. Уилкерсон был наивным человеком. Там было 12 разных банд. И они враги друг к другу. Я думал, кого-то этой ночью точно пристрелят. Дракула явится на это собрание. Там это место будет просто в крови полностью. И этот человек полностью потерял контроль. И что-то странное случилось. Бог благой. Бог такой благой. И Бог помнил Дэвида Вилкерсона. Он не был там один. Все орудия были для его благосклонности. И он стоял там и проповедовал о распятии Иисуса Христа. Две минуты говорил. Он взял меня в длинную поездку в Иерусалим. И я никогда не был в Иерусалиме. И он привел меня прямо к тому месту, где Иисуса распяли. И все эти вещи библейские происходили. Как они избивали его там. Как они били его по лицу. Как они обзывали его. И Иисус ничего не говорил в ответ. И я слушал все эти вещи. Что случится? Этот человек хороший. Я плохой. Он заслужил жизнь. Я был при судьбе много раз. Я заслужил электрический стул. За что с ним так поступают? Он так возбудил мое воображение. Для меня было, как будто я сидел там в этом зале и видел всю эту картину пред своими глазами. И он начал плакать. И плакать. И в тот момент он просто сидел на то место, и смотрел на то место, где я сидел. И он сделал последнее утверждение. Иисус не мертв. Он живой. Он живой. Он здесь, в этом месте. Хочешь изменить свою жизнь. Он может обратить твою жизнь. Он любит тебя. И он смотрел на меня там. Никки, можно за тебя помолиться? Я сказал, нет. Нет. И в конце там была конфронтация между адом и небесами. Между Иисусом и дьяволом. Между ангелами и бесами. Кто-то должен был победить мою душу. Но в тот вечер Бог позаботился обо всем. В тот вечер что-то странное произошло. Дэвид Вилкилсон молился в Духе Святом. И в тот вечер он дал рождение ребенку. И этот ребенок был Никки Круз. И это причина, по которой я стою здесь. Потому что Иисус Христос. Потому что кто-то возлюбил меня. Я благодарю Бога за Дэвида Вилкирсона. Я благодарю Бога за его большое сердце. За его послание. Я благодарю Бога, что он всю свою жизнь излил прям там. Его не заботило. И в тот вечер Иисус Христос поменял мою жизнь. В тот вечер я изменил свой пистолет на Библию. В тот вечер я был свободным, как птица. Свободным. И вы должны пройти через боль. Чтобы родить кого-то, ты должен пройти через процесс боли. Через отверженность. Они могут бить тебя, могут обзывать тебя. Они могут смеяться тебе прямо в лицо. Не теряй свое сердце. Держись за Иисуса. Молись в Духе Святом. Будь беременным Духом Святым. И рождай нового ребенка. Это может быть твой муж, твоя жена. Это могут быть твои дети. Это могут быть твои друзья. Это может быть на работе у тебя. Это может быть на улице. Это может быть наркоман. Это может быть какой-то профессионал. Будь беременным Духом Святым. Имей сердце для душ людей. У кого из вас есть родственники, друзья, которые не христиане? Посмотрите на это. Они могут тебя ранить или отвергнуть тебя. Да? Я привел мою маму к Иисусу. Я так благодарен. Я знаю, что вы уже слышали, что Дэвид Вилкерсон на небесах сейчас. Но никогда не забудьте, что этот тощий проповедник был полон Духа Святого. И вот почему я приехал сюда. Я не планировал детально рассказывать им о моей жизни. Но как вы узнаете, из-за чего вся эта боль? Как вам рассказать, сколько раз Дэвид Вилкерсон он просто лежал на полу и плакал, что пол был мокрым от слез. Но он посеял семя. Он стал победителем. Слава Богу за послание Христово что Христос Он Спаситель. Хорошо. Хорошо. Где наши музыканты? Все музыканты, займите свои места. Да. Я не приехал сюда вас развлекать. Потому что я сяду на самолет и лечу назад домой. Я прилетел сюда с миссией. Я пришел сюда сказать, что вы прекрасны, что у вас есть сила. Но Иисус дал тебе ключ. Используй ту власть, которую Бог тебе дал. Используй свои уста. Свои руки, свои ноги. Синтезатор как... У нас здесь на синтезатор. Можешь тон измельчить? Мы будем петь еще. Я сейчас управляю хором. Ваша церковь будет расти. Окей? That's right. That's right. You know, the greatest choice for me is to tell you that your church is going to grow. Ваша церковь будет расти. Но из-за тебя прямо сейчас Дух Святой крестите в грандиозной состраданием и любовью к потерянным людям. Прямо пред твоим лицом. Что они уже не будут больше невидимками. Ты будешь видеть их. Ты будешь выходить и видеть их одиночество. И страхи. Отверженность. Давление. Ненависть. То горечь и то ненависть. И одно слово все это может остановить. Это слово Иисус. Если у тебя сила и власть Христова. Я брошу вам вызов. Что как ты придешь вперед и будем молиться за тебя и если есть человек который ты пытался достигнуть долгое-долгое время Бог поместит в твои уста слова которые ты должен сказать. И ты увидишь как этот человек обратится к Христу. Если ты веришь в это прямо сейчас если ты говоришь ну я не знаю я стеснительный я не знаю нет это не тот случай но если что-то внутри тебя есть пусть это выйдет из тебя пусть это выйдет из тебя и ты увидишь славу Господа как ты раньше никогда не видел я хочу бросить тебе вызов я хочу бросить тебе вызов чтобы у тебя была сокрушенность которой раньше никогда не было сокрушенность которая была у Уилкерсона грандиозная сокрушенность к потерянным людям к твоим друзьям пожалуйста давайте мы встанем вместе я хочу я хочу где бы ты ни был если ты был затронут и ты хочешь молиться и быть беременным Духом Святым ты хочешь дать рождение новому дитя просто брось себя в объятия Христовы просто проси умоляй его я хочу завоевывать людей для Иисуса наполни меня Духом Святым наполни состраданием наполни сердце мое я хочу чтобы вы пришли заполнили это место впереди здесь и пусть это сойдет на вас вы все Боже Божий Бог даст вам видение вы провозносили этот народ для Христа Бог даст вам эту нацию для Иисуса это уже началось это уже началось я хочу чтобы вы открыли ваши сердца если вы хотите плакать плачьте я буду молиться за вас этим вечером чтобы Бог перевел вас на другой уровень поговорите с ним сейчас сейчас что-то мягкое ждем тебя Господь открыть свое сердце руки к небесам сходи чтобы вы спроси если вы не знаете выmin�� что ты splashing